друзья всем привет сейчас я не помню какая 18 часть до 18 часть истории выбора автомобилей про зсу продолжение той кумарной истории которую вот можете начать ее посмотреть она там интересная только машина история не очень а вот сейчас будет история такая вот холом все как вы любите трэш без и три точки с детс потому что я обещал не ругаться в общем смотрим ситуация в общем складывается следующим образом появилось два автомобиля один под варшавой 2 практически в том же месте мы вчера были город кельц если не ошибаюсь не ошибает память вроде бы так не с городами не очень тем более с польскими так вот сейчас выдвигаемся в сторону варшавы и машина стравегии поэтому берем собой лафет возможно навара поедет на лафете около четырех часов нам ехать и посмотрим что будет в пути заходим даю мы сэшо нам треба так а шо ж дивится еще тут блин одни памятые дрыщи и наши машины дабы дабы добро керочи шо было понятно договорились человеком на время типа мы приедем Да, хорошо, приезжай, я вас жду Я говорю, дружище, нам ехать практически 6 часов Сейчас даю ключи И приезжаем мы через 6 часов Вдал адрес, во-первых, ну, тупо это центра какого-то городка А что это за городок? Роспша Город Роспша Привет Роспшовским перекупам Так вот, человека нет Говорит, ты иди туда на плац Кого-то спросишь, тебе машину показывают Кого-то спросили, машины нет, машина где-то ездит Сейчас машину привезут Минут 10 его набирали, он там то поза зоной То с кем-то триндит, то еще что-то То занято, то сбрасывает Я сейчас уверен, что приедет гнилой дрыч Который говорит, ой, да там такие перфекты Такая рама Да там просто можно смотреть этот автомобиль И оставлять его в музей Ладно, ждем, обещали 5 минут Но 5 минут, наверное, я уже тут триндю на камеру Кстати, на меня люди смотрят Как на украинца, который приехал Хер знает откуда Чем я думал Так Пардон, ты не пивешь? Сейчас будем Так что за новости? Машина там стоит Сейчас поедем все вместе Я говорю, покажи на карте Он едь, сам посмотри Там есть люди Я говорю, покажи на карте Ну вон прямо заправка Я говорю, так вот на карте, боже, куда прямо? То есть вот здесь, за этим, кодло вот этих вот разваленных, разбитых машин? Ну да Офигеть Никто не хочет нам показать Нет, звоните на карте, глупаки, ждем на самогутку Нема кто им показать Где вы еще? На плацу, тут, а на плацу Доброе, подожаю, секунды выходим Женьку, э? Да Кажет, не можем показать, бо нема этого самохода Зараз я выйду, скажем В смысле, нема самохода, что в дубу пороза? Ну, винтипа там На той площадке По итогу, пообещали нам 5 минут Ждали мы чуть-чуть больше часа И вот Святой поляк перезвонил Говорит, слушай Не можете найти, мы сейчас Я не могу приехать Но мы сейчас вам выделим чувака Который вас придет и отвезет Выходит чудо такое грязное И лезет ко мне в машину Ну, грязное, в смысле, одел Свой комбинезон такой Он черный, он когда-то был цветной Но он сейчас черный от масла И вытирает чистые руки И они становятся черными Он в таком он хотел залезть ко мне в машину Я говорю, нет, нельзя Он нашел потом какой-то форд И мы за этим фордом поехали Нам обещали через 100 метров Поехали километра полтора, наверное Если не 1,9 До этой хащей Смотрим Ебучий случай Это точно наша машина? Она же не ржавая должна быть Рама не ржавая Вот я сейчас уверен Что приедет гнилой дрыч Который говорит Ой, да там такие перфекты Такая рама Что у нас дела? У нас рама, хопа Вот рама осталась в руках Это кусок амортизатора Вот еще кусок амортизатора Да, машина совсем не гнилая Машина ржавчего не имеет Машина идеальная по состоянию Машина просто красота Машина, блядь, мечта Да нахер, я думаю, эти ключи не нужны Не, куда? Я пиздец этой машине Ну замочек красивый, да Стоит, наверное, блин По пару евросов на Алиэкспрессе Да ну нахер Да ну на, да нет Тихо, тихо, тихо Она уже сейчас отвалится Блядь Эта машина не ржавая Говорили они Да это просто музейный экспонат Пацаны, приезжайте Кто-то скажет, что за бред Такие огромные машины делать без рам На заводе там скажут Твердо и четко Бля, это ебать не долна Ладно, может тут хоть мотор есть А вот теперь я попробую Объяснить на обычном языке Чего там в принципе Не так с этим автомобилем Смотришь на него Рама у него живая Почему мы все время топим за раму Потому что рама это самое вот такое Что должно быть живое у автомобиля Для военных Потому что они сажаются туда 15 человек Кидают быка, сколько влезет А это весит не одну тонну И вот если рама у автомобиля гнилая То машина просто ломается вот так пополам Если перед колесом Если за колесом То вот так жопа у нее падает Это плохо Здесь рама Наружная часть классная А внутренней части уже просто нет Вся эта машина Ржавая, да не могу То есть багажник у нее ржавючий Чтобы вы понимали Уровень моего возмущения Прошло уже достаточное количество времени Прошло уже много времени Практически 2 месяца Вот с того выбора Так вот Я эту машину помню Как сейчас Она реально гнилая Этой машине жопа И правят за нее таких денег Чтоб просто караул На голову не налазит И перекупы такие офигевшие Да слушай, да нормальная машина Машина в цене Рама у нее классная Все, что классного у этого автомобиля есть Это только ее двигатель Да, двигатель там хорош Не спорю Все, больше там ничего нет Машина, сука, стоит 28 тысяч злотых Короче, машине пол... Я даже говорить не хочу Все, поехали дальше Следующий автомобиль у нас Через 135 километров Да, 135 135 Короче, попал Он к нам вообще случайно Этой машины нет в объявлении Это Ниссан Навара Есть у нас парни, которые висят в нашем телеграм-чате Периодически общаемся Нигде этого общения нет Только есть в телеграм-чате Так вот, там один парень написал Говорит Есть машина у моих знакомых в Польше Скидывает Ценник 28 тысяч злотых Даю телефон хозяина Звоним хозяину Хозяин 29 тысяч злотых Говорит Не-не-не, дядя Есть 28 28 То без торгу Але за машину стыдно не буде Едем смотреть На машину За которую не будет стыдно Может быть нам повезет В очередной раз хочу сказать вам огромное спасибо То, что именно при вашем участии Вот каждый зритель, который смотрит Каждый человек, который донатит там Будь то 2 гривны Будь то 5 тысяч Вот то, что делается Это все, друзья, благодаря вам Если мы раньше смотрели Ближние страны То сейчас это уже Ирландия Сейчас это уже Норвегия Оттуда идут машины В общем, где найти, это наша задача Друзья, еще раз огромное спасибо За вашу помощь Вот здесь реквизиты Монобанка Внизу реквизиты Приват Разом до перемоги Разом Сыла И пиздец Российской Федерации В Москве вешайтесь Вафли Короче И так Понятно все без слов Если весной нам было плохо То сейчас Друзья Сейчас у нас уже все хорошо Большинство людей уже забыли Про то, что у нас есть война в стране Но Она действительно есть Нас не пугают вот эти веерные освещения Кстати, если кто не заметил У нас сейчас автономка У нас не такое количество света, как обычно Но как бы там ни было Нас хрен сломаешь Нас, имею ввиду, украинцев Друзья Огромное вам спасибо 19.46 8 часов времени Практически Осталось 300 метров до адреса 260 И все меньше и меньше метров Короче Звоним людям А там скрыня Почтово, голосово Сейчас будем ломиться в какие-то ворота Ниссана я не вижу Там есть лес Есть кот На заборе сидящий Есть красивый дом И все Как обычно Сел аккумулятор в телефоне И все самое интересное Пролюбили Короче Мы не доехали метров 300 Дозвонились наконец-то Этим святым людям Которые продают этот автомобиль Короче Перекупы по факту Потому что Обещали, что машина от хозяина А по факту Болт с левой резьбой В общем Смотрим дальше Самое интересное Площадка Нифига Это не частное лицо Ого 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 Так тут есть из чего выбрать Сейчас поднимемся Что там за стан навары Что у нас тут Что у нас тут На этом рейнже Фу Ёбти Как от него Воняет говном Это просто пипет Это полный привит Это на 4 на 4 Не купишь 4 на 4 Это чурки Не купишь У нас полный привит Ну да Ну да Горячий Такой шо Да Остатки антенны наверху Подранная Над лобовой рамкой Вот эта штука Здесь все плохо Что у нас в салоне Какой салон Пошли смотреть А у нее что Раздатки нету Она вообще полный привод Да ну нахер У нас в квартире газ Ну типа рама еще есть Но она нифига не идеальная Нифига не не классная Пипец Я не знаю что делать Где эти пикапы искать Вот такое вот говнище есть А нормальных машин нет То есть я бы уже давно поехал в Литву Но признаюсь Среди того десятка машин Которые есть в Литве Я их все видел Закладки то у меня постоянно есть Они освежаются И вот за последний месяц Я там в Литве Которые продаются машины Такие упавшие на 4 кости Подешевевшие уже на полторы тысячи евро И они все равно сейчас стоят Потому что они нахер Никому не нужны в таком состоянии И здесь я короче В АУЕ Что там такое Что там Что там Что там Да я бачу А я там все бачу Там просто ржавое А тут переломано Ну и нормально Да классная тачка Я же говорю Что нам сегодня Еще походы Да ну Ось все Посвятай Я зараз Прямо на очах Шмат Ось все Ось все Кусок рамы Я уже понимаю Что эта машина нафиг не нужна И сейчас Садимся И до упору долбим Нафиг мы лафет брали Непонятно Ну ладно Заводим на камеру Может тут хоть мотор есть Хотя он нахер не нужен Но тем не менее Уже коль приехали Влупили столько километров В день нафиг Вылетел Машина горячая Ну да Завелся он Запустился Простыть Когда-то в 90-х годах Я жил на радужном массиве Это в Киеве И Магазин Я уже рассказывал эту историю Но наверняка будет интересно услышать Еще нескольким сотням А может тысячам людей Так вот Жил я на улице Радужная У нас там был универсал Радужный В 90-е там не было нифига Там было два ряда минеральной воды Иногда был на полках Мягкий свежий хлеб Который быстро плесневел Дофига было селедки А еще были ряды с морской капустой И все Больше это ничего Так вот На чеках Когда выходишь с магазина Вот кассовый чек выходишь И там пишется А зато у нас красивое название Вот приблизительно то же самое Можно сказать про эту навару Типа А зато у меня хорошо работает двигатель Нет настроения Я Я Все Алис Я выключаюсь Поехали мы обратно Будет в этот раз одна машина Нет Машин Пикапов По наваре Трохи ушкоджений кузов троси дребнички Рама у него не гнила До речі Це с цієї поездки Шодимся Сами живий навар Кардан там Их кардан Карданище А че он погнутий трохи Да У него кардан бить буде Вон погнутий Кардан гнутий в него Вал? Вал так Але тут дійсно Він не ржавий О Хорошечки Такий Улучайзинг Хлопці зробили Зараз я Покажу Салон Цього Автомобіля До речі Дима Ох ти Блін Красота Вот как продают Такие вот автомобили То машина Вартует 27 тысяч Евро А тут блин Такие Такие Людина знала Что мы приедемо Дивиться Але справа в тому Что Будь Який автомобиль Пикап Зараз Під час війни Це Спосіб для Збагачення Скажем так І їх живих Майже не залишилось Є от такі Полуживі І з цього Гавна Приходиться Найбирати Найкраще І Блін Як з цим жить Я трохи Поки що Не розумію Так звісно Якщо тут рама Не ржава То дві З двигуном То Бачили пополам Зломану раму І там Двигон Будь Класний Ну десь По багнюці Він їздить Да і тут Не ржава Там трошечки Підтікає А що з рівнем Мастила Трохи забагато І там замість Мастила якісь З дёготь плаває Альтернатор Он же генератор Вроде как живой Креш, все це Нас запускать Смотреть Я попробую Попробую Він Попробую Мастила Він 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 Ще тут ще Вылазить може Мабуть Він 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 Ще тут піс Йзди Зак Шерсти Він 200 Ну, такой Ещё не ржавый Хотя Как сказать Остатки Ещё Ещё Запаски Уже Плита Под запаску Не ржавая Глушитель уже новый висит Живый Ну такой, блин, уже Такой Ржавенький Есть там трошки рдзы, потому что в каждом Беде трошки нового не найдете Ух ты, коли тут есть такие машины Они только до Рожанду Сюда доставали, да? L200, вроде бы классная, хорошая машина Но Есть один момент, помимо рамы, которая Она там полуживая, ее там можно было подварить У нее еще нет раздатки Ну вот она уже просто разваливается практически У нее по ходовой Нету половины сайлентблоков Но имеется ввиду двигатель стоит И вот подушки двигателя, потом Подушки на коробке, всего этого нету Плюс она дымит, как паровоз Машина мрачная, а правит он за нее 28 тысяч злотых, но это трохать за дофига Для этого автомобиля, поэтому Пусть он продается дальше Не нашим парням пойдет эта машина Потому что, ну, я не уверен, что эта машина Доедет до Украины Ё-моё Вот это я молодец Полазил, посмотрел Обосрался трохи Постреть другую футболку, если у меня с собой чистые Пачки О, блядь Покажи, есть крылом в колер Ее, капот и фары А бампер? Бампер-то я не знаю Вот я патенту покупать Надо бы покупать другие Ну, трухи Кулером забытый Спорно Пропеллером по-было Радиатор Трушки Ушкоджены оно Так, окей, что с рамой? Рама к нам Вот это вот рама понимания новой Даже с порваными патрубками он запустился Но работает хорошо Что с этой стороны парами Здесь нормально, здесь нормально Вот с этой стороны найти пока как новая Мені пропонував Рафаак за 1,5 Кажут, приїхали хлопці за 13 забрал Ну, забрал Вера толстит Не популярный Але 12-й рок 60-тысяченцем Пребегу А можно дернуть Капот Что за мотор Товский Як он называется CR 2.0 Так Гретл Стив Что это за зверь? Ну, во-первых Почему я не захотел эту машину? Потому что это Frankenstein Ну, я объясню Рама у него своя Кузов у него свой Двигатель у него От Mitsubishi Мотор классный, хороший Нормальный Ремонтопригодный Все нормально Ходовая у него от Тойоты Но отдай эту машину Пацанам куда-то Туда вперед Да фиг пойми Как его там чинить Это мы понимаем Что откуда там стоит А им там будет слегка сложно Это придется ехать Забирать этот автомобиль Потом Короче Нет Вот сложная машина Для передка Вот вроде бы Праворукие машины Они живые Но они праворукие И они стоят Как леворукие Хотя Как по мне Цена этого автомобиля Блин 600 евро 500-600 Вот так Правильно летовцы говорят Только ленивые Сейчас не наживаются На войне И ладно Было бы у них состояние Такое Чтобы Бам Идеальное Не нифига Тоже ржавый кузов Тоже с проблемами Тоже с вопросами Ну как минимум У этих машин Ездит жизнь Вот эти автомобили Прикольные Для хлопцев Але Блядь 26 тысяч Это в среднем 5,5 тысяч Денег Скажем так Зараз буду с хлопцами Рады Будем Мирковать Либо Шось Шось Трохи Уже Офигевши От этих Пикапи Чтобы было понятно Вот этот автомобиль Уже Ну то есть Мы договорились Что я не купил Через 2 недели Что он уже Будет готовый Стоять Забираем Вот этот Ниссан У этого Идет Датчики по коробке Надо поменять Либо же По проводам Короче Какая-то электрическая штука Не выключается У него полный привод И Вот тот Последний Ниссан С небольшим пробегом 110 тысяч километров Который Вели переговоры За этот Но он не захотел Его дешево отдать Но я сильно Его не хотел покупать Потому что у него Состояние рамы У этого лучше Нежели у того Значит Крыло в цвет Новое Скидывается Ставится сюда Патрубок меняется Один из радиаторов Меняется Панель вытягивается Капот ставится Бампер еще неизвестен Он говорит Что Скорее всего Будет вот эта Новая накладка А вот это Он все нагревает Вытягивает Фара новая есть Ну в общем-то Рвани здесь Никакой нету И с учетом того Что эта машина Может быть Действительно Ненадолго Ну имеется ввиду Наш под расстрел Может попасть Хотя я очень Не хочу этого Но тем не менее Никто от этого не застрахован То для войны Выше крыши По 25 тысяч Золотых Каждый автомобиль Дзинь Куплен В сухом остатке Если подвести итоги За эту поездку Мы купили всего лишь Один автомобиль Это Toyota Это Toyota RAV4 Но Мы оставили предоплаты За две Nissan Navarre Которые сейчас Днем с огнем Не найдешь Одна Забегая наперед Она уже в Украине Вот на вторую К сожалению Мы денег еще Так и не насобирали То есть раньше Как-то было веселее А сейчас Я напомню С того момента Прошло уже практически Два месяца И вот денег На Навару Мы еще Не Надо собирали Друзья Давайте поможем Нашей украинской армии Потому что Я один не смогу Кто-то один не сможет А все разом Напоминаю Самый популярный донат 25-30 гривен Друзья Если нет возможности Больше не нужно Сначала нужно Помочь себе А потом уже Помочь кому-то Поэтому Большая цифра Не нужна Мы все Реально Сможем это сделать Вот тут реквизиты Монобанка Внизу Реквизиты Приватбанка Огромное всем спасибо Что досмотрели эту серию А скоро будет Следующее А в следующей Не буду говорить Там Друзья Огромное всем спасибо Все Всем пока Блин Нихера Расскажу Короче Там есть Ниссан Который мы купили Мы с ним Так намучили Что это просто Караул Все нормально Машина на ходу Все с ней классно Но там Такие вафли Короче Смотрите Будет интересно Я думаю Менее чем через неделю Вы всю эту историю Увидите А сделали с нее Увидите Что с ней сделали Все теперь точно Всем пока Субтитры 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 Продолжение следует...